А у нас в квартире газ. Похоже, еще не скоро некоторые останчане смогут так похвастаться. Проект газификации столицы вновь приостановлен. Такую нерадужную новость поведал вице-министр энергетики Макзум Мирзгалеев. Полностью от планов ведомости естественно не отказываются, но когда запустят проект пока не ясно. Сообщается только о том, что будут построены 30 тысяч километров новых газопроводов. На данный момент их насчитывается 14 тысяч. По газопроводу Астана, что мы сделали? У нас есть полностью проработанное и утвержденное ТЭО и ПСД. Мы определили стоимость проекта, мы знаем маршрут этого газопровода. Сегодня пока данный газопровод не реализуется, по нему было принято решение его пока временно приостановить. А вот что касается газовых АЗС, то их количество увеличится. В Минэнерго посчитали, что 500 газозаправочных станций недостаточно. Отмечу, что в Казахстане производится 2,5 миллиона тонн сжиженного голубого топлива. Потребление составляет 600 тысяч тонн. Излишки уходят на экспорт. Кинес Ракишев приобрел крупную российскую систему электронных платежей PayOnline. Американская корпорация NetElement, где Ракишев, председатель правления, выкупила компанию за 8,5 миллионов долларов. PayOnline предоставляет интернет-магазинам возможность принимать платежи по кредитным картам Visa и MasterCard, а также с помощью электронных денег. За 9 месяцев 2014 года выручка компании превысила 2 миллиона долларов. А сам Кинес Ракишев находится на 11 месте в списке 50 самых богатых казахстанских бизнесменов с капиталом 635 миллиардов долларов. Привлекать туристов в Казахстан мешают высокие цены на услуги. С этой проблемой столкнулись организаторы Экспо-2017. Но сейчас они работают над этим и к концу года уже будет создан специальный турпакет, в рамках которого по маршруту Боровой-Астана запустят специальные автобусы. Но самое главное, это привлечь, пожалуй, самую многочисленную армию туристов из Поднебесной, говорит Талгат Ермегияев. Основной поток будет это с Китая туристы. Вот последний раз мы разговаривали с туроператором Китая, то есть у нас большие перспективы привлечь китайских туристов. Третья, чуть меньшая, наверное, сторона, но мы там большой упор делаем, это Европа. У нас проблема одна. Проблема одна, это как? Это цена. То есть, если вы посмотрите, некоторые цены даже услуги в Казахстане, они выше европейские. И о курсе валют, установленном на 20 марта. Практически все три денежные единицы продемонстрировали рост. Самый значительный у евро 1,31, самый минимальный у российского рубля 5 копеек. И у меня на этом все, Сэнди. Спасибо, Гульнара.